что готова мешая всем привет мы начинаем да что такое опять мешает всем доброго утром мы продолжаем наш заплыв из ярославля в астрахань на этом комфортном теперь уже в санкт-петербург по дороге мы встречаемся с подписчиками дарим подарки едим подарки садимся на мель ловим рыбу нам попадаются рыбки верхогляд верхогляд желтопер шелестопер сейчас мы проезжаем город все миссаня ты доволен короче спасите нас и помогите нам пожалуйста уберите этого мишанин нахрен ну и по традиции мы начинаем нашу экспансию с клуба капитанов здесь у нас происходит и хранение лодки и упаковка и что такое и мойка и все все остальное сейчас мы идем загружать лодку при условии что два рундука уже полных вот осталось разместить вот это вот это вот вот это и там внутри еще раскидно кстати вот это мишаня но кроме вот этого вот это все подарки пришел заметить смотреть для детей мы приготовили приманки которые будем раздавать без крючочков там ты дэнс и дэнс и дэнс так много детей будет но есть что добавим в эту коробку короче по списку такой список это все подарки короче нам надо выбрать сколько мы возьмем канистр скорее всего мы возьмем какую-то одну канистру и все нас больше не влезет вообще никуда потому что задний рундук у нас один сократился из-за того что мы туда поставили гидроусилитель руля юрия ты скучал скажи честно мешать я скучал по тебе но не по поездке если честно потому что поездка такая то есть постоянно начнет собираться там ничего не забыть блин со всеми встретиться там все распланировать нигде не сломаться нигде не врезаться везде заправиться везде зарядиться короче но этот процесс возможно сейчас мы завтра с тобой сядем спокойно в лодочку поплывем и жизнь наладится но пока она такая в суете я видел да вот и золотая вышивка типа но как бы пацаны все-таки надеются выиграть в этом году для тех кто не в курсе значит в прошлом году мы сплавлялись на этой же лодке сторону астрахани нас получилось 28 дней в пути четыре тысячи четыреста километров в этом году мы едем санкт-петербург расстояние будет чуть поменьше по воде мы насчитали примерно около чуть больше тысячи километров но заездами и рыбалками я думаю получится где-то тысячи полторы наверно планируем маршрут пройти за две недели соответственно встреч планируется в шести городах где будем как обычно встречаться с подписчиками и для них приготовили кучу призов о которых андрюха уже рассказал вот ну и так как у нас путешествие по большей части будет автономная в цивилизацию мы заезжать будем очень редко там пару раз его поэтому берем с собой холодильник вот такой тайский 59 литров выдает температуру до минус 20 дома я реально лещей морозил уже то есть не знаю как в лодке хватит ли прикуриваться но в общем берем с собой дальше две зарядные станции ну или одну не знаю одна киловатт ник к флоу дельта ну и пятисотка не знаю возьмем не возьмется место останется возьмем еще и и работает прикуривателя и соответственно от сети ну и так как у нас есть интересные всякие челленджи для вас и для нас берем с собой электрическую пилу на батарейках работающую тоже можно будет зарядить от кстати того же пару банка на всякий случай свет потому что мы периодически ночью в туман проходили плохо видно здесь вот этот фонарь дает достаточно такой мощный луч сигнала ну и всякие зарядки короче фигатки спать значит будем мешать пойдем покажу в чем спать будем хочу рассказывать кто смотрел прошлый челлендж этот турне знает что мы спали в палатке где ее найти вообще вот в этом куда палатку он убрал короче будем в норфине зандер 4 который в чебоксарах в прошлом году чуть не сдуло это уже легендарная палатка значит спать будем на ковриках самонадувающихся давно отошли от пенок на самодувайках реально удобнее но чем толще тем лучше будем вот на таких на этих он и спать спальнички теплые эти летние теплые такие 0 плюс 20 потому что температура ожидается ночью до плюс 8 хотя днем очень жарко фу мешай вроде выговорился остальное там что-то какие-то фигни там вот эти вот чем пользуемся на киудочка поролки кстати взял все из новой серии до 28 грамм до 40 до 50 по моему ли до 56 и самую большую под big bait и под большие беги бои до 120 грамм а еще вишенкой на торте короче взял три катушки пред тестовый предсерийный моталка в размере две тысячи две с половиной тысяч и четыре тысячи вот все точно выговорился пока чуде миша не рассказать чем убить и я взял с собой я с собой взял нифига взял с собой три спиннинга три катушки двое шорт без трусов сланцы сапоги дождевой костюм и теплая одна курточка я одни теплые штаны все на этом я закончил выступление она приманок набрал до хера стратегический запас нарвала и поролок на самом деле это на подарки все все для людей сейчас вот начинаем загружать все раз и двадцать даже у меня такой кирпич нет начал лезла блин да это медведи пугать заколебал мишань раньше времени не пугай сейчас бегутся наоборот там где мы будем мишань и холодильник принимать холодильнике боишь ты миша чтобы тебе было прохладно всегда ноги можно поставить холодильник будет хорошо согласен вообще этот челлендж для тебя челлендж для мишани ты чувствуешь окончание сборки надо знаешь что картошки вот это в вакуумной упаковке вот эта маленькая да да у тебя есть где купить они мясном продаются мой мясной они сейчас везде продаются вроде магните пятерочки я видел купишь а сколько флакон а с этого лучок а знаешь что надо еще эти как называют фломастера нас маркеров нет а те которые были прошлогодние не высохли магнит косметик наверно красиво миша ничего не расскажем расскажем что мы готовы выдвигаться в это грандиозничное турне до санкт-петербурга завтра уже 8 утра встречаемся с любимыми нашими земляками на стороне встречаемся пол седьмого чтобы все до загрузить все перепроверить и короче что 8 утра уже быть на встреч а что крана поспать не надо хотя бы один день ну ты же сам знаешь вы там потом дальше смешание так нету места ты лежака то тебе на носу погода ножка трясет тут хотя нет с такой погод можно спать на носу короче ребятки все мы поехали до загружаться продуктами закупаться оставайтесь нами мы пошли отдыхать им короче скольком закупаться по челленджу один пакетик один пакетик все что войдет в пакетик можем взять с собой все остальное придется добывать на месте пенная а пенная не входит пакетик может еще ограничение по цене перец горошком пойдет мельница такой для челленджа короче берем тушенку самую дорогую какая подожди сначала по свинине определимся давай свинину вот пошли за 69 и за 209 нормально хватит две банки говядина до самая дешевая в одной свинина фотография а вторая так подожди вот это вот кусковая вот 34 рубля 99 копеек 279 вот южкаролинская все но еще берем что-то сравниваем хватит нам на на первое время то есть задание будет такое кто плохо ловит или плохо водит будет жрать тушенку за двадцать девять рублей и женщины ты хочешь здоровью посадить сосиски за 27 рублей ну ты чё серьезно 27 рублей 3 июня почти свежие даже чубила и нормальный 300 есть сосиски за 300 ну чё берем эти точно вкусно давай а юрича смотри стеллаж наверно побольше до взять вот провансаль ряба смотри как н а я на то что значит мой какой большой флакон красивый мне кажется пакетик уже заканчивается вроде нет ну вот и смотри за 23 рубля чай вот такое моя цена 23 рубля 100 грамм так чё здесь еще есть за 16 рублей самый дешевый прям лапшу может хотя бы за 19 возьмем эти рожки хотя бы ну лапша она вообще в клейстер природится решать до рожки ну три рубля тебе бедных и 19 рублей это а что значит сенсоглютен безглютеновая это вкусная 320 рублей стоит миша за 400 грамм 320 рублей у меня пакет кончился и того получилось 4 пакетика на 7605 рублей так вот взяли один маленький пакетик мотает юрий чуть-чуть перекусить колёк сахар всегда должен быть в норме че началось то нормально же общались заходи оттуда у нас норма был один пакетик мы хотели взять но но что-то пошло не так давай потихонечку воду раз давай 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 коллег чая тут чуть-чуть доделай с картами разберусь и все будет хорошо сегодня у нас довольно таки насыщенный день сейчас мы стартуем в Ярославле там будет встреча с нашими подписчиками друзьями затем мы фигачим быстренько в Рыбинск там встречаемся тоже потом шлюзуемся и потом выходим в Рыбинку и мы абсолютно свободны хотя нам на Рыбинке надо будет дозаправиться там встретиться с Игорем скороходом он нам привезет бензина там быстро заправляемся и в принципе мы можем ловить рыбу отдыхать ставить палатки жрать вот это что там майонез у нас кроме майонеза же нет нихрена и этого какого квас квас с майонезом кто-нибудь пробовал у нас есть челлендж какой уже так что оставайтесь с нами какой мешает челлендж нет зачем мне волноваться все мешать погнали погнали давай садись плавненько отходим что-то запрыгиваю все Коль узенько туда с минимальным опытом то не очень удобно ходить на самом деле выходить если ветерок но даже мне проблематично припарковаться первое приключение да у нас какое приключение мешаем мы без приключений мы на опыте понимаешь нас как бы команда то ух работаем до двух да а после двух чё но здесь в гавани есть одна бетонная фигня которую нужно объезжать не все ее знают и некоторые моторами стукаются но мы же на опыте следовательно нам не страшны бетонные всякие фиговины хотя я ни разу за нее не задевал но говорят что она есть мишань мы все отправились нашу поездку километраж засекли все засекли туда-сюда сейчас через пять минут будет встреча с городе ярославль впервые вижу что лодка на ту сторону нагренина была а там холодильник я верю такое чувство как будто дежавю такая же погода была примерно те же даты чуть попозже выезжали прошлом году тех же майка только в другую сторону всем привет спасибо что это что это за мужчина не будет мы приняты в лавинер верить мальчике мы как красиво это все как чуланок какой ярославль колясик ручкой помахал красавчик так обстановка следующий наш подпутаем юрид ожидаемые котлы из чаек соответственно по прогнозам там должен быть жерек повесили по пельки ручку один потяжелее один полегче на спиннинге сразу останавливаемся этот электромотор опускаем не отпускает на ходу и на ходу короче и пытаемся сразу делать контент вот рыбный а жереха будем готовить потом кулинарные минутки не будет с жерехом нет но это кослявая минутка называется мы сейчас проезжая проехали только что норская подъезжаем к михайловскому с правой стороны от нас впадает река и церковь не листовая до 15 не запрещена там рыбалка а сегодня 15 до сегодня можно сегодня можно у нас какой идеальный расход 72 литра ну чаечки видишь летает мешать сейчас проверим быстренько что они тут забыли или мы забыли или не проверим короче по карте там там яма какая-то но по карте миляк там бугор 3 метра глубина везде 8 а там 3 под берегом причем тоже глубина а здесь не глубина как вот ребята едут они прямо по жерешку сейчас они шуганут в нашу сторону наверно или не шуганут быстрая подмотка тормоз но якобы убегаешь а потом якобы умираешь убежал умер калек пошла рыбейка маленький рыбе какая разница килушка ты че нормально ты понял вообще давай только показать давай давай я возьму а то ты не любишь рыбу брать я же помню фоточку хоть сделаем а а калеку пока заехали да вот это вот контент пошел сразу да да рыбалка реверденс а говорят области нету рыбы чете в ногу фигачился ну почти это значит называется привет андрей это привет поводок а ага струны это самый надежный инструмент струна сломалась ты видела я как отскочил просто сфоткаемся давай давай я тебя так сфоткаю дожди колясик а прикинь сейчас могла у меня в ноге просто торчать будто тройник был я тебе сразу сказал не надо рыбу в руки брать давай сфоткаемся быстро первая рыба нашей поездки это был жерех запланированная рыба абсолютно мы к ней готовились бежали сейчас еще мы обещали вам поймать 4 сейчас еще ловим 3 и поехали дальше 4 да обещали а когда это было все ушел мишань все сказали дим елисеев если это вдруг будешь смотреть этот ролик пожалуйста не лови больше на такие поводки братулет а то так не выиграете пола никогда больше они как бы уже не выиграют два года в подряд может я знаешь из-за поводков не кажется да вот это были бы поводочки у них нормально но они выиграли хотя мы то что говорим про поводочки то нам ли говорить про поводочки то не ну у нас поводки то не лом нет и ломались пару раз ну не на рыбе ну ладно дима елисеев качестве теста еще один поводок взял мы же не на соревнованиях да на соревнованиях мы твоими поводками не пользуюсь извини брата лена ты чё снасти здрасте превратился тестировать будешься с кем поведешься от того и забеременеешь все у нас как этом чуть-чуть тот же жерех то такой наверно не видавший нас поводки то наш не знаю чё где-нибудь плеснулся может ни разу не видел я тоже не у тебя только на крючке видел плеснуться давай положу на дно фикси говорил ты же до этого наквал на 1 2 3 4 5 6 на 6 слушай ну вот она на медленной игре вид лепесток играет лучше она учет и деканат а она быстро она еще и модель чё а лепесток у нее спереди должно быть разве сзади у меня ну наверху спереди он там тройник или ассиста но ты неправильно повесил лепесток должен быть сзади ассиста должна быть спереди а ты специально тройник повесил чтобы не то это просто такая модель к разница но я могу туда все все клевать будет на ассист асиста на нельте объяснять попробую задом наперед половить не клюет южки с надо по правильному версии то есть но когда мне кажется люди покупают пера спилькер они но не особо как бы понимают куда вроде как лепесток сзади должен быть а тогда крючки наверху непонятно снизу крючка не хватает когда вот так вешаешь вроде крючки снизу а лепесток сверху непонятно какая-то фигня да короче вот надо ну как обычно как рыбку вешаешь вот так вот правильно да окунь окушок колёк окушок окунек колёк окунек ну ближе к одну но как бы нифига себе окушок вот пятнистый вот на рыбинке без пятнышек они все вот этот сейчас я не люблю когда крючки есть и когда дергаться начинает рыба как будто тоже кто-то сел как будто тоже кто-то сел на чтобы то сил есть есть а колёк окунек или колёк жерешок колёк колёк окунек мишаня смотри мы контент с тобой пилим такой же как утюгу они вот здесь вот стоят внутри миша когда правильно повесишь до пилькер мишань смотри мы фигарим окуней и окунями и жерехами то есть может раз два три четыре одну рыбину осталось поймать или у нас был один одного вида типа мы как бы поймали всю зачетную рыбу вот это сейчас хочешь сказать а окунь зачете весь смотри каких соревнованиях да фотку на было сделать что мы ловим фигарим где-то жерешок-то должен быть рядом так сейчас ты колёву судак конечно судак чего да нет окунь к ок а жерех ты вторая остановочка здесь уже так вроде поинтереснее по крайней мере видно что и чайки поактивнее летают и рыбу прям выбивает наверх на поверхность юрий говорит можно вообще в теории даже сейчас такую погоду нарваться на котел из судака даже но не на волге на водохранилище попробую за рыба такая привередливого нет поверхность да а поклевочка ну такси так потянул такой бродяга там какой-то жерешок бродяга а удочка согнулась как бы там питера ну так так как будто так как мы что я уже устал мотать ты его убежал как ты любишь ну да вот это профессионально отцепление мешань то рыба которая сходит прямо показалось и сошла это считается самая профессиональная рыба на любительской рыбалки конечно соревнованиях это недопустимо а вот на рыбалке поклевка была была вываживание было было рыба показалось показалось ты я взвесил взвесил глазами все не стремящийся к двум был лет нет я думаю те ложка было но она же больше чем кило ну согласен стремится к двум то нам коллег коллег про серьезные нападения о его и вы могли как плавниками фигарит а перед ним вертушечка уже такой вертыш стайл эксклюзив поролка до 50 граммов на цеплю чтобы не было до эксцессов вот этих вот ты сейчас кинул прямо в мою точку где у меня там этот а у меня там с окунями себя на мертву короче усадили эти подвес короче мешань смотри показываете окунь ярославский кочегар раньше в марина было страшно рыбу брать в руки она как страшно здесь какие-то окуни ярославле стали страшные что вроде уже поправиться плетенки смотрю плетеночку немножко туда шук маленький коллег чуть-чуть немножко шугнула как бы плетеночка она просто из-за течения поклевка не доходит до до звонка вот этого паролистого бланка вот и что ты на укрупнение пошел я думал что да вот такие пелькера клюют такие окуни ужас что а а а а а а а а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok